Приветствую всех! Меня по-прежнему зовут Евгений и данное видео с уверенностью могу сказать, что понравится настоящим эстетам и перфекционистам. Речь идет, как вы уже догадались, о настольном фрезерном станке повышенной точности. Станок кроме оригинальности и уникальности обладает огромным функционалом, который присущ ему благодаря большому количеству различных самодельных приспособлений для него. Построен станок был одним немецким инженером, который сейчас открыл небольшое предприятие по изготовлению высокоточных деталей для различных машин. И можно было утверждать, что станок самодельный, если бы не используемый координатный стол от компании Проксан, который, кстати сказать, тоже был переделан в дальнейшем. Собственно, станок состоит из толстой металлической плиты, которая служит основанием. На ней фиксируется жестко четырьмя болтами снизу цельнолитая колонна цилиндрической формы и весьма внушительных размеров. Для использования некоторых приспособлений, о которых мы поговорим в дальнейшем, колонна может быть фиксирована еще в левом углу плиты. Для этого есть уже подготовленные отверстия с резьбой. На верхней поверхности колонны фиксируется четырьмя болтами Г-образной формы кронштейн, называемый также башмаком. Последний служит для фиксации вертикальной подачи, имеющая направляющие формы ласточкин хвост. На передней поверхности находятся два канала Т-образной формы, в которых фиксируется кронштейн для шпинделя с двигателем или другая требуемая оснастка. Кроме огромного количества мерительных шкал в виде лимбов и линеек, для механического контроля размеров есть и цифровые мерители, которые сделаны из электронных штангенциркулей. Все это обеспечивает неплохую точность. Однако интерес вызывает отнюдь не сам станок, а его оснастка, которая выполнена очень точно и скрупулезно. Например, вот такая поворотная головка с делительным механизмом, которая сделана из латуни и крепится четырьмя болтами к координатному столу. Заготовка крепится в цанговый зажим, а патроном является передняя часть корпуса устройства. Для осуществления процесса зажимания на заднем конце устройства есть специальный маховик. Станок имеет достаточно простой механизм деления, однако выглядит очень круто, по-моему. Вполне неплохо были изготовлены и вот такие мини-тисочки, которые крепятся к столу специальными прижимами. А для изготовления серии однотипных деталей был изготовлен также неплохой упор, который крепится к тискам. Для заточки различного режущего станочного инструмента было изготовлено такое точильное устройство под названием мини-банель, которое благодаря возможности поворота шпинделя во всех известных плоскостях, а также делительному диску, может выполнять высокоточную заточку инструмента с любым профилем. Поворот шпинделя осуществляется с контролем угла наклона при помощи градуированных шкал с нониусами. Для превращения фрезерного станка в заточной понадобится выполнение нескольких действий. Для начала колона фиксируется с краю плиты. Также для фиксации основного шпинделя в горизонтальном положении из алюминия был изготовлен специальный кронштейн с возможностью выдвижения на нужную длину. Скорее всего вы уже заметили, что на данном этапе координатный стол уже самодельный и имеет более внушающую доверие конструкцию. Повернув основной шпиндель горизонтально, появляется также возможность выполнения плоскошлифовальных работ. И это еще не все. Очень часто, работая с металлом, достаточно сложно обойтись без круглошлифовального станка. Так вот, данное приспособление, закрепленное на координатном столе, помогает в таких случаях. Хоть и ничего мудреного тут нет, устройство, благодаря высокой точности обработки, действительно выглядит как заводское. Собственно, состоит из шпинделя, на заднем конце которого установлен делительный диск. Ниже шпинделя находится сам приводной двигатель. На шпинделе есть небольшой кронштейн с регулируемым упором, который помогает при шлифовке деталей с неправильной круглой формы, как, например, кулачки распределительного вала. Для остановки двигателя в нужном положении есть концевой выключатель. Вам огромное спасибо за внимание, увидимся в следующем видео. Всем пока!